Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. В Уральске проверяют ход ремонтных работ на объектах тепла и электроэнергетики. Мониторинг осуществляют специалисты Департамента комитета по регулированию естественных монополий совместно с местными исполнительными органами. Уборочная кампания с заготовкой сена в Октябрьской области оказалась под угрозой срыва. Причиной тому стал рост цен на ГСМ. Стоимость льготной солярки в регионе выросла почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Верховный муфти Науразбай Хажет Таганулы прибыл в Уральск с рабочей поездкой. Он рассказал о различных религиозных направлениях, которые в настоящее время набирают силу в стране. Специалисты Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по Западной Казахстанской области совместно с местными исполнительными органами В рамках пресс-туров и общественного мониторинга проверяют ход ремонтных работ на объектах тепло- и электроэнергетики. Цель мероприятий – информирование потребителей о целевом использовании средств, получаемых от роста тарифов субъектами естественных монополий в рамках реализации новой тарифной политики «Тариф в обмен на инвестиции», а также об исполнении инвестиционных программ и модернизации активов предприятий монополистов. Во время пресс-туры по ТЭЦ Департамент комитета по регулированию естественных монополий с представителем местных исполнительных органов рассказали депутатам и общественникам о ходе реализации утвержденных инвестиционных программ АОШа и Теплоэнерго за текущий год. Руководитель Департамента Гульжас Казбекова напомнила, что с 1 июня ввели в действие новый предельный тариф на подогрев воды и теплоэнергию на 2023-2028 годы. Таким образом, с 1 июня 2023 года среднеотпускные тарифы составили без НДС 5 434 тенге за 1 гигакалорию. В рамках этого тарифа запланирована реализация инвестиционной программы на общую сумму 3,5 миллиарда тенге, в том числе на этот год 423 миллиона тенге. И на сегодняшний день в рамках исполнения пункта медиаплана комитета, а также поручения Министерства национальной экономики проводится проверка о ходе исполнения данных мероприятий и проводится в целях освещения потребителям о ходе освоения средств по тарифу. В департамент комитета по регулированию естественных монополий поступила заявка об изменении затрат на газ. С законом предусмотрена статья, где субъекты естественных монополий имеют право изменить тариф до истечения срока действия в некоторых исключениях. Одним из исключений является изменение цены на стратегического товара, а с 1 июля увеличена цена на оптовый газ. Таким образом, предприятие просит повысить стоимость своих услуг на 6% от действующего нового тарифа. Генеральный директор АОШОЭК Теплоэнерго Бакжан Акимгужин рассказывает, что это вынужденная мера, ведь в противном случае предприятие работало бы в себе убыток. К слову, долг предприятия перед газовиками превышает 800 миллионов тенге. Новый тариф вступил в силу, но вы должны понимать, что в летнее время мы этот тариф не можем никак почувствовать, потому что отопить сезон начинается с октября, и только с октября будет начисление по новому тарифу. И после этого только мы, в принципе, финансовое состояние можем улучшить. В связи с удорожанием газа вы вновь подали заявку? В связи с удорожанием газа мы вновь подали заявку. Как вы сами прекрасно знаете, на 15% газ подорожал. Предприятие не может в убыток работать, поэтому мы еще подали, сейчас в данный момент рассматривается. Депутаты, ознакомившись с работой предприятия, сделали следующие выводы. Сегодня мы ознакомились с деятельностью АОЖЭК «Теплоэнерго», работу которого я могу назвать достаточно неплохой. Очень радует, что на базе предприятия запустили новую градирню. Благодаря этому сократилось количество технической воды, используемой для НУШТЭЦ из реки Урал. Конечно, техническое оборудование здесь старое, которое работает с 70-х годов. Все это нужно обновлять, а для этого опять-таки требуются большие средства. Также сегодня я узнал, что предприятию не хватает порядка 400 сотрудников. В основном это электрики, средняя зарплата которых составляет около 190 тысяч тенге в месяц. Напомним, 13 июня состоялся запуск новой градирни в АОЖЭК «Теплоэнерго». Аким в Западоказахстанской области на ремонтуре Галиф отметил, что проекты реконструкции, турбоагрегаты и градирни обошлись в 6 миллиардов тенге. Данна Керимбаева, Эбла Джигапара, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Госкорпорация «Правительство для граждан» продолжает работать над цифровизацией востребованных госуслуг. К примеру, с 1 июля текущего года в закон вступил новый социальный кодекс о повышении пенсии и пособий. Также теперь казахстанцы могут вернуть онлайн ошибочно отправленные соцвзносы через портал электронного правительства. Подробности у нашего корреспондента. Социальный кодекс вступил в силу с 1 июля. В частности, документ охватывает вопросы соцподдержки от рождения до совершеннолетия, трудоустройства, безопасности труда, социального страхования, помощи при возникновении тяжелых жизненных ситуаций, поддержки пожилых людей. Например, в целях усиления соцзащиты материнства и детства был предусмотрен ряд дополнительных мер. Так, с начала года увеличен срок выплаты по уходу с ребенком до полутора лет. С 1 июля также увеличился размер пособия, выплачиваемого многодетным матерям. Это государственное социальное пособие лицам с инвалидностью, государственное социальное пособие по случаю потери кормильца. Также пособие лицам, осуществляющих уход за инвалидами первой группы. Также семьям, воспитывающим детей инвалидов. Также пенсионную выплату, доведенные до размера инвалидности по случаю потери кормильца. Также из социального государственного фонда были увеличены социальные выплаты по утере трудоспособности и утере кормильца. Еще одно новшество работе ЦОНов – подать заявку на возврат ошибочных пенсионных и социальных отчислений теперь можно онлайн. Отметим, что новшество не только упросит процесс возврата ошибочно перечисленных средств для услугополучателей, но и значительно снизит нагрузку на работников госкорпорации. Для того, чтобы подать заявку, работодателю необходимо заполнить данные на портале электронного правительства. При этом нужно указать реквизиты плательщика и платежного поручения. Госкорпорация продолжает работать над цифровизацией востребованных услуг. Так, для удобства граждан в рамках пилотного проекта через портал электронного правительства реализованы сервисы по возврату излишне уплоченных социальных отчислений и ошибочно зачисленных пенсионных начислений. К слову, сервис был реализован согласно совместного приказа Министерства труда и социальной защиты населения и Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Дана Керимбаева и Була Джагапара Александр Грабрев, телеканал ТДК-42. Количество самолетов, летающих из Уральска в другие города Казахстана, увеличится в несколько раз. К примеру, в понедельник в Алматы будет выполнено три рейса из города Уральск. Об этом депутатом областного Маслихата сообщил представитель Комитета гражданской авиации. Подробности в сюжете. Напомним, месяц назад избранники народа поднимали вопрос авиарейсов в Уральске перед Комитетом гражданской авиации. Тогда было отмечено, что качество перелетов из Уральска в другие города и страны никак не соответствует цене. Авиарейсов катастрофически мало, а цены на билет взлетают до небес. Теперь на маршруты Уральска-Астана и Уральска-Алматы добавлено дополнительные три рейса. Но эти новшества будут действовать только до октября месяца. Хорошо, конечно, что включили три дополнительных рейса. Но почему один рейс идет сразу за другим? Допустим, первый в 8.40, второй следом в 9.40. У нас маленький аэропорт. Завтра будет образовываться большое столпотворение. Нужно растянуть эти три рейса на весь день – утром, днем и вечером. Людям от безысходности приходится ехать до Алматы на машине 3000 километров – целых три дня. Еще и платить за такси – 60 тысяч тенге за человека. Стало известно, что компания Air Astana включила дополнительные большие самолеты на 320 мест в Уральск, так как количество пассажиров, летающих в Астану и Южную столицу из Уральска, стало больше на 35%. Теперь авиарейсов из Уральска станет больше, да и самолеты будут рассчитаны на большее количество пассажиров. По-моему, билеты на самолет сейчас стали доступнее. Через приложение можно приобрести билет в рассрочку до 12 месяцев. То есть купить билет на самолет практически может каждый. Осталось только удовлетворить этот спрос местных жителей на перелеты. В ближайшее время, как закончится ремонт рулежки и перроны, мы должны увеличить число перелетов. Вот уже включили три дополнительных рейса до октября. Нужно посмотреть, как это отразится, нужны ли будут еще рейсы, или этого будет достаточно. Стоит отметить, что депутат областного маслехата намерен обратиться к президенту с проблемами авиарейсов, летающих из Уральска, если этот вопрос не решится в ближайшее время. Дана Керимбаева, Ибулла Джагапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Верховный муфтий Наурсбай Кажи Таганулы прибыл в Уральск с рабочей поездкой. На встрече приняли участие Акимобласти местные представители духовного управления и молодежные объединения. Верховный муфтий рассказал об основных религиозных направлениях, которые в настоящее время набирают силу в стране. Председатель Духовного управления мусульман Казахстана Верховный муфтий Наурсбай Кажи Таганулы прибыл в Западно-Казахстанскую область. В ходе рабочего визита были посещены мечети города. Состоялась встреча с Акимобласти Нариманом Турегалиевым, с представителями интеллигенции, работниками государственных органов и с молодежью города. На встрече обсуждались различные вопросы. В ходе мероприятия сообщили, что Духовное управление мусульман Казахстана отдаёт приоритет в работе по пяти направлениям. «Мы встречались с имамами районов Западно-Казахстанской области. Мечеть и человек – это одно целое. Духовное управление мусульман Казахстана работает по пяти направлениям. Это культура, наследие, обучение религиозных служащих, информация, просвещение и другие». В настоящее время в Западно-Казахстанской области работает 120 религиозных служащих. Верховный муфтий отметил, что работа по обучению имамов, а именно как доносится информация до населения, проводится. Кроме этого, на Урсбайкаже Таганулой подчеркнул, что в нашей области запланировано много мероприятий, направленных на благотворительность. «Также мы встретились с аксакалами, теологами и с бизнесменами, которые строят мечети. Запланированы совместные работы, обговорены предложения и вопросы касательно экстремизма». Также Верховный муфтий отметил, что на данный момент ведется большая работа в рамках помощи обучения для студентов колледжей и университетов. Открываются общежития, оказывается продуктовая помощь. Это все делается для получения качественного образования. Первый заместитель Акима Западно-Казахстанской области подозревается в коррупции. Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении первого заместителя Акима Западно-Казахстанской области. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путем дачи незаконного указания первому заместителю председателя правления ОСПК Акжаик о заключении фиктивных договоров возмездного оказания услуг с его доверенными лицами без фактического их выполнения. В результате незаконных действий государству причинен значительный ущерб. Процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины. Уголовное дело окончено в ускоренном порядке и направлено в суд. Напомним, что Ержан Болтаев был отстранен от должности 4 августа. До этого времени он 5 месяцев занимал должность первого заместителя Акима Западно-Казахстанской области. Уборочная кампания и заготовка сена в Актюбинской области оказалась под угрозой срыва. Причиной тому стал рост цен на ГСМ. Фермеры боятся разориться. Стоимость льготной солярки в регионе подскочила до 265 тенге за литр, что почти вдвое дороже прошлогодних расценок. Почему они вынуждены закупать топливо в соседней России, расскажет Лайла Уесова. Актюбинские фермеры возмущены стоимостью льготного дистоплива. Оно подорожало за последнее время уже на 40%. Главы крестьянских хозяйств требуют объяснения от Минэнерго. Тарифы устанавливают именно там. Люди недоумевают, как вообще делают расчеты. С такими ценами на ГСМ можно и разориться. На 80% я по голове унижу. Нету сена, солярка дорогая. Весь конечный результат сельскохозяйства. Но помимо этого мы же кормим. Рабочие есть, механизаторы есть. Понимаете, и налоги все же мы платим. По словам Аграев, в прошлый уборочный сезон они платили за литр с солярки топ-54 тенге. Весной этого года цена выросла до 207. А на уборку и сенокос стоимость подняли еще на 20%. Люди пытаются понять, откуда в Минэнерго берут такие расчеты. В Солнце для нас, крестьян, фермеров, которые кормят народ, как бы ни было, которые даем работу труженикам села, как бы ни было, что несчастных 500 тысяч тонн не могут найти по дизелю. Вот это вопрос хочу задать. Куда смотрит правительство? Кто мы? Повышение стоимости дистоплива в министерстве ранее связывали с подорожанием ГСМ в России. Поэтому объясняли, что вынуждены поднимать цены, чтобы отечественную солярку перестали вывозить соседние государства. Но сейчас, говорят фермеры, цена на дизель там намного ниже, чем в Казахстане. 206 тенге за литр. Сейчас я живу на границе, наши заправки пустые. Все фуры уезжают на Россию, там заправляются. Но это нас фермеров не касается. Кроме нас, фермеров, никто не заправляется на этих «Лидер», «Компас», «Казмонайгаз». По словам чиновников от сельского хозяйства, устанавливать тариф на ГСМ не в их компетенции. Но они готовы поддержать крестьян. На осеннеполевые работы и сенокос в этом году выделено 6 тысяч тонн дистоплива, еще 8 тонн на уборку урожая. Мы приняли заявки от сельхозпроизводителей, все они отправлены. На 14 тысяч тонн мы комиссионно выбрали оператора. Фермеров предупредили, что отпускная цена на ГСМ будет 265 тенге за литр. Октюбинские аграрии надеются, что в правительстве их услышат и пересмотрят цены. А пока готовятся к поездке. Хотят закупить более доступную солярку в России. Говорят, это пока единственный способ удержаться на плаву. Лайла Уэсова, Жумар Тудайбергенов, телеканал ТДК-42, Октюбинская область. Ремонт первого участка дороги по улице Шолохова в Уральске подходит к завершению. По словам специалистов, отрезок от улицы Сергея Тюленина до улицы Сарамодатова откроют предположительно 11 августа. Дана Керимбаева побывала на объекте. В Уральске уже в эту пятницу сдадут дорогу по улице Шолохова. То есть первый участок это начиная от Сергея Тюленина, заканчивая до Сарамодатова. По словам рабочих, здесь осталось всего лишь нарисовать разметку, поставить несколько остановок, а также доделать тротуар. 16 мая текущего года в Уральске начался капитальный ремонт дороги по улице Шолохова. Дорожное полотно будет заменено на 4 километрах в 600 метрах. Почти полтора километра дороги уже готовы к эксплуатации. Напомним, на реализацию всего проекта направлено 4 миллиарда 200 миллионов тенге и социальных обязательств компании КПО «БиВи». Строительные работы выполняет компания «Адаларна». Дорога по улице Шолохова расширится до 22 метров и станет трехполосной в каждую сторону. Здесь появится тротуар для пешеходов и освещение. «Мы уже завершили строительство первого участка. Осталось только достроить тротуары, установить остановки и подключить освещение. Мы выкладывали три слоя асфальта. Первый 10 сантиметров, второй тоже 10 сантиметров и третий слой 6 сантиметров. Планируем открыть данный участок дороги в эту пятницу. Уже начали чертить разметку на дороге». Второй этап ремонта, который уже начался, включает в себя отрезок от дороги от улицы Сергея Тюлинина до улицы Курмангалиева. Бывшая улица Свердлова. И третий участок от улицы Курмангалиева до перекрестка с круговым движением. Пути на данных участках будут открываться поэтапно по мере завершения работ. «Сейчас ведем переговоры с управлением административной полиции, департаментом полиции области. Если они сейчас нам дают добро, мы полностью открываем первый участок. Планируем к концу недели, но ждем официальной команды с департаментом полиции. Так как без их подтверждения мы не можем открыть, так как могут быть дорожно-транспортные происшествия. Еще, как говорил, освещение не установили. Планируем к 20-25 числу текущего месяца полностью опору освещения поставить. И спокойно уже можем открывать дорогу, я так думаю. Но будем ждать решения от департаментом полиции». Срок реализации проекта – два года. Однако, как заверил руководитель отдела ЖКХ, до конца текущего года ремонт и расширение дорожного полотна будет полностью завершено и сдано в эксплуатацию. Второстепенные работы по укладке тротуара и установке освещения, скорее всего, перейдут на следующий год. Дана Керимбаева, Айбулла Джагапара, Александр Крабарев, телеканал ТДК-42. В Западно-Казахстанской области у молодой семьи сгорел дом. Пожар случился 31 июля в селе Жанаумер Теректинского района. В двухквартирном доме произошло замыкание проводки. Постройка из саманово кирпича горела открытым пламенем. Наши корреспонденты встретились с пострадавшими. Житель села Жанаумер Теректинского района Западно-Казахстанской области Сырымбек Сайлауф рассказывает, что 31 июля о пожаре ему сообщила супруга. Пока глава семьи вернулся с работы, от дома остались лишь стены. Дом старый. Произошло замыкание проводки. Сгорели все вещи и техника, которая была у нас. Я ночую здесь, на улице. Моя супруга с тремя детьми у родственников. С актом о пожаре мы обратились в Экимат. Сейчас мы будем рады любой помощи. Факт пожара подтвердили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области. 31 июля текущего года в 18.51 поступило сообщение о пожаре по адресу Западно-Казахстанской области, Теректинский район, поселок Жанаумер, улица Олудала, 15.1. По прибытию на место вызова горела одна сторона двухквартирного жилого дома. На тушение задействовано личный состав департамента чрезвычайной ситуации Западно-Казахстанской области. 6 человек, 2 единицы техника. Пожар локализован в 20.16 и ликвидирован в 0.1.19. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Саманный дом сгорел практически полностью. Сейчас семья из пятерых человек осталась без крыши над головой и вынуждена проживать у родственников. Ситуация в семье и без того была нелегкой. Сарымбек рассказывает, что по специальности он сварщик, но работает не постоянно. Его супруга вынуждена находиться дома с тремя маленькими сыновьями. У среднего двухлетнего ребенка врожденный порог сердца. В местном Акимате рассказали, что предоставить временное жилье молодой семье у сельского руководства нет возможности. Но при этом пострадавшим окажут материальную помощь. На сегодняшний день данная семья остается без жилья. Они написали заявление для получения материальной помощи. По данному факту материальная помощь будет оказана в размере 50 месячных расчетных показателей. С нашей стороны, со стороны нашей администрации будет оказана помощь по уборке, по очистке территории от пожара. По сносу дома такая помощь будет оказана нашей администрации. Оказать помощь семье, пострадавшей от пожара, можно по реквизитам, указанным на экране. Даже небольшой вклад может сыграть важную роль в поддержке людей. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Особия Кобякинов, ТДК-42. С начала года в Мангустаусской области зафиксирован 21 трудовой спор. Из них только шесть споров произошли на предприятиях, где действуют профсоюзные организации, входящие в состав Федерации профсоюзов республики. Все трудовые споры разрешены положительно. Основными причинами возникновения трудовых споров являются вопросы оплаты и условий труда. В ходе рабочей поездки в Мангустаусской области председатель Федерации профсоюзов республики Казахстан Сатабалды Даули Таллин принял участие в работе круглого стола на тему от конструктивного диалога к сотрудничеству, организованного областным профсоюзным центром. Трудовые споры требуют системного решения. Сегодня разрешение трудовых споров можно сравнить с тушением пожаров. Никто не может гарантировать, что трудовые споры не будут повторяться. Поэтому следует повышать роль профсоюзов. Необходимы меры по повышению ответственности работодателей. В Западно-Казахстанской области отметили День урожая. То Агросервис Батыс уже второй год подряд выступает в качестве организатора проведения экспертизы сортов в сфере агропромышленного комплекса и обсуждает новшества и актуальные вопросы отрасли. Агрофест Батыс – ежегодная международная выставка-демонстрация, которая объединяет на одной территории специалистов аграрной отрасли, производителей техники и разработчиков современных агротехнологий. На выставке была представлена инновационная техника и последние разработки в агрохимии от брендов «Ростельмаш», «Агромашхолдинг», «Амазон», «Класс» и других. Прошла демонстрация посевов различных сельскохозяйственных культур и сортов на отведенных делянках, включая 25 гибридов подсолнечника, 11 видов кукурузы и 3 вида сорга. И эта миссия заключается в том, что мы должны развивать сельскохозяйство Казахстана. Мы должны вывести его на высокий уровень, конкурентный на мировой арене. Компания «Агросервис Батс» – я являюсь руководителем компании. «Алемагра» – компания казахстанского, масштабный бренд казахстанский, который является дистрибьюторами порядка 40 компаний по защите растений, удобрений, семена. То есть широкий спектр вообще сельскохозяйства охватывания. В агропромышленном секторе есть прогресс по сравнению с прошлым годом. Такое мнение высказала присутствующая на фестивале депутат Мажелиса парламента Республики Казахстан Динара Шукижанова. Сегодня общая проблема – это цена на зерно, это серый импорт и вообще, в принципе, поставки российского зерна в Казахстан. Это ценообразование. В этом году рекордно низкая цена на зерно сложилась в Казахстане, хотя относительно неплохой урожай. Таким образом, главная проблема в сфере сельского хозяйства была поднята на трибуне Мажелиса. В этом году по предложению партии Республика на лизинг через компанию Каз Агрокредит направлено 45 миллиардов тенге. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Центре Азиамол на первом этаже. Тенга Ки-Зет. Микро-район Северо-Восток 47, торговый дом Астана, поселок Зачиганск, улица Жангерхана, 18-2. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова